всех святых людей я приветствую в этом ролике на своем канале сегодня тема благодарность я уже один точно есть ролик может быть даже не один я очень часто говорю благодарности в проповедях в личных сообщениях где-то в беседах это очень важно что люди забывают о ней благодарность это ответная любовь это тоже любовь но что когда ты неблагодарен мы знаем какое-то зло все люди всех времен и всех народов всегда неблагодарность называли страшным беззаконие человек который неблагодарен это ужасный человек вот благодарность я знаете я постараюсь тему всеобъемлюще открыть тот ролик а забыл как называется но если вы напомните мне я найду и в комментариях дам ссылку обязательно потому что все ролики все равно уникальны конечно тоже опять в принципе об одном и том же поговорю хотя с другой немножко стороны зайду в том ролике я тоже интересные вещи говорил корень всех зол вы знаете это когда люди делят вообще разделяют мир бог это отдельно где-то на облачках люди где-то отдельно животное где-то еще пониже там природа это вообще так расходный материал это беда бог всячески во всем он альфа-омега начало и конец он путь истина и жизнь он . а путь и конец это . б он все в этом при этом радость христиан в чем настоящих в том что они исповедуют что бог имеет плоть бог личность такая же как мы с вами ибо мы его образ и подобие мы боги и дети всевышнего все мы это радость от тех самых мусульман у которых вообще непонятный бог ну да он есть кто он что он с ним можно общаться ну вроде можно в молитве а дальше за гранью смерти он есть нет они говорят он не имеет тоже виды вы что не делайте образов ничего нельзя возьмите иудаизм то же самое возьмите вообще восточные мировоззрения ну это какая-то брахма энергия ну да с ней можно поговорить но она она не она не имеет ничего никакой личностной основы христианство это счастье для тех кто познал истину потому что она открывает то что бог действительно имеет полную полноценную личность такие же как мы с вами как мы себя ощущаем униками такой бог именно поэтому беда тех кто разделяет все бытие и бога как отдельно да бог существует как личность да бог имеет даже вот такую вот кровь и плоть это бог иисус христос он творит все он крутит мироздание но при этом он всячески во всем присутствует но при этом он уникален он один точно так же как и мы созданы по его образу и подобию иисус сказал такую вещь и очень часто эти слова вот к сожалению применять к чему угодно но только не к благодарности когда иисус рассказывал о последних временах особенно это раскрыто полноценно в самом большом евангелии по объему в евангелии от матфея 24 25 глава повествуют нам о последних временах прямая речь огромная речь иисуса в две главы много чего он говорит мы все это опустим и заканчивается эти главы страшным судом великим страшным судом как его называют где господь скажет такую фразу что этот день будет отделены овцы от козлов то есть добрать злых святые от грешников и те люди спросят этого человека добрые а почему мы здесь с доброй святые светлые чистые люди почему ты нас отделяешь себе по правую сторону забираешь небесное царство иисус им скажет в ответ сидящий на троне так как вы сделали ближнему потому что вы делали добро мне вернее да выпу я не буду дословно зачитать мне даже сегодня впервые обычно текстами вы знаете тоже показываю я хочу по памяти все это знаете да иисус говорит и вы тоже все это знаете что вы сотворили мне много добра поэтому встаньте от меня по правую сторону как мы творили мы тебя никогда не видели мы тебя не знаем мы ничего тебе того что ты говоришь не делали аисус говорит нет все что вы сотворили на земле ближнему а ближний тот кто находится на расстоянии вытянутой руки от меня на расстоянии моего взора на расстоянии моего слуха тот кому я могу помочь я слышу я вижу я ощущаю его нужду и я ему помогаю это есть ближний и помогает он ближнему я делаю ему добро я делаю это самому богу самому иисусу христу о том же самому скажет и грешникам козлам нехорошим людям тьме так как вы не сделали этого мне идите в огонь вечный они спросят как мы тебе не делали мы тебя знать не знаем никогда не видели почему ты нас в этом укоряешь он скажет им в ответ вы не сделали это на земле нуждающимся людям животным природе вы не сделали это мне и еще и напомню один случай который я тоже очень люблю в противовес религиозным мировоззрением толкованием говорить обсуждать его чтобы люди уразумели истину иисус никогда не учил любви к богу никогда во всем евангелие тех евангелиях которые дошли до нас порой через поганые в крови по голову измазанные руки таких религиозных сет как православие протестантизм католицизм даже в этих евангелиях нам осталось то что иисус никогда ни в одном месте не учила любви к богу он никогда не говорил что это высшая запуть что и надо исполнять у вас сейчас начинается конфликт и давить говорил же одно единственное место его просят про истолковать закон моисея что написано в законе и в разных евангелиях нам чуть по-разному описаны эти события где-то его спрашивают законники книжки написано искушая его где-то он сам потом этого книжника наперед спрашивает на ты как читаешь закон он ему говорит что вот любой богу это вот высшая заповедь да вот еще если бы ближнему иисус сам этому никогда не учил но он закон моисеева негодный закон ничем не отличающий от исламского закона от законов грешников во всех странах живущих иисус конечно же из этого закона перетрансформируя его делает истину иисус говорит да первая заповедь выше если хотите любовь к богу но вторая равная ей не обращайте внимание на синодальный перевод подобный начинает там но подобно это не такая нет мы по контексту по всеобщему пониманию видению жизни учения иисуса христа мы понимаем что иисус говорил о равенстве вторая равна ей одинаковая подобное на одной чаше весов они ни капельки не перевешивать друг друга она не больше не меньше она точно такая же она и есть она подобная она точно такая же два близнеца это любовь к ближнему иисус их полностью сливает полностью он говорит что любой богу мы это еще можем понять из слов любимого и любящего иисуса великого богослова апостола любви ученика иисуса и она богослова что он говорил кто любит бога тот любит брата своего не любящий брата не любит бога любящий брата ближнего своего любит бога и тем проявляется любовь богу что мы исполняем его заповедь о любви к ближним тем что мы любим ближнего своего там несколько раз об этом говорит вы помните первое послание и она богослова почему мы забываем и теперь я скажу в контексте благодарности вы знаете я на себе это ощущаю я тоже надо погрешаю щас я об этом скажу не думайте что удел святых людей это безгрешность в том плане что мы не делаем мелких каких-то проступков по забывчивости по суете по действительно может быть какой-то забывчивости и так далее до пони внимательности своей но не со зла почему забываем отнести это благодарности я я все люблю от своего опыта это не потому что кто-то меня в самохвасте вечно укоряет еще нет я просто как из угол сотворите научить и я рассказываю о своих примерах жизни вот мои проповеди они многим помогли я знаю я и ладно я не знаю кого но я знаю людей которые мне в принципе сами как бы свидетельствует или я вижу по их жизни что они слушают меня меняет свою жизнь но вы знаете я от них редко слышу слова благодарности чем над многими так скажем душами я трудился как получается уже не один год и только через года они все-таки смогли отвалиться от религии обрести счастье отвалиться там трупожорство убийство животных и обрести счастья отвалиться там от семейных каких-то невзгод и обрести счастье от семейного может быть рабство какого-то господства тому же жены детей и родители всякое бывает до разные сферы деятельность где они поняли как жить отвалиться от каких-то ненужных до постов и молитв которые не нужны кто бессмысленно ничего не делать только несчастными от фарисейства от этого закончества поступать жизни так как они считают что они что они поступали думали что поступают правильно якобы исполнять то что понимали что противно их природе до освобождал этих людей вы знаете не так много я слышал слова благодарности в свой адрес а вы знаете вот я еще вам скажу вдумайтесь в то что сказал иисус сейчас через призму благодарности вы не сказав спасибо человеку не сказали богу насколько это важно и насколько это серьезно еще сейчас я одного мысль скажу пожалуйста задумайтесь над ней очень глубоко вы сказав спасибо и отблагодарив человека вы исполните сразу одновременно две заповеди по словам же иисуса вы отблагодарили человека в автоматически я вот вам могу такую иллюстрацию продемонстрировать вот вы или я кто угодно вот ближний наш мы даже так и пометим b l а вот б бог благодаря этой картинке я думаю вам несложно уразуметь что сотворив как господь сказал ближним вы автоматически сотворили это и богу иисус так и сказал заметьте если вы по этим религиозным бредням каким-то собственным домыслам как любит ой нет а то человек вознесется возгордится и всю славу богу надо воздавать а вы не замечали в евангелии от я вот и в тех проповедях я помню говорил всегда ну я причине евангелия это указывал конкретные места где иисус явно указывал на неблагодарность где иисус всегда пощал благодарность но один из ярких примеров хорошо скажу чтобы не быть голословным вы все помните как иисус исцелил 10 прокаженных разве он не спросил вернувшегося возблагодарить именно иисуса именно иисуса он побежал назад покланяться в ножке расцеловать его искать спасибо разве иисус не спросил его а где оставшиеся 9 пусть они идут славят бога и все хорошо иисус такой кроткий смиренный сердцем до смирение и то есть противоположное это добродетель противоположной страсти тщеславия разуме выйдем что иисус скал да да пусть идут славит бога мне ничего не надо он сказал а где остальные да он своей славе своей фразе сказал как всегда глубокую мысль почему они не вернулись воздать славу богу для истинных детей божьих тонкий намек на то что иисус бог вернуться они куда должны были он разве их разве они исцелились где-нибудь там за ширмой святая святых в храме соломоновым нет иисус их исцелил он почему они не вернулись воздать славу богу отблагодарить сына божьего которых исцелил это была неблагодарность иисус спрашивает то есть укоряет то есть обличает этот грех и вот задумайтесь еще раз повторю что я вам сейчас скажу что уже сказал и еще раз повторю вы можете забыть воздать славу богу если но есть но воздать ее человеку если вы сдадите человеку вы сделаете сразу две добродетели вы исполните все заповеди весь закон в отблагодарив человека уже отблагодарили бога ибо бог всячески во всем именно бог и помог вам через этого человека когда-то сделав его святым просветив или сейчас непосредственно бывает бог может подействовать на сердце злого человека кто-то вам где-то помог что-то еще человек может быть далеко не святым но сегодня он вам помог неважно это может быть самый какой-нибудь кровожадный убийца и на дороге помочь бабушки перевести через дороги но этому человеку сегодня за это добро вы должны сказать спасибо спасибо вам нечего удать вы потому и нуждались вы не можете ему отдать то что он вам дал вы в этом нуждались вы это и взяли у нас есть всегда слово может быть вы можете чем-то другим отблагодарить чего у вас много и не потому что это дает потому что у вас этого много, но потому что у вас да, это много, вы можете это дать. Другое вы и просили, потому что у вас этого нет. У вас этого, как Павел описал, что все в жизни было уравновешено. У кого недостаток, получил от того, у кого избыток. И кто избыток дал тому, у кого недостаток, восполнить его. Так мы и живем. Это даже не говорит о том, что вы расплатились. Это ответная благодарность, любовь на любовь. Но, если вы пойдете, как Иисус говорил, в Царство Небесное, как воры, перелазя через вне и нуде, и вы думаете, ой, главное дома поблагодарить на коленочках Бога в молитве, а человек обойдется, вы ничего не сделаете. Нигде Иисус не учил такому. Иисус сегодня был в этом человеке. Вообще, надо понять простую вещь. Особенно все, кто христиане. Да, Бог являлся во плоти. Да, Бог еще раз явится во второе свое пришествие. И все мы будем еще в небесном царстве, и в земном тысячелетнем царстве, и в небесном царстве во веки веков с ним. И тогда мы будем его тоже любить, как индивидуальную, конкретную личность, имеющую кровь и плоть. Да, но нигде, никогда Иисус в Евангелии не учил любить невидимого Бога какими-то внешними обрядами, любить Его после Его вознесения какими-то особыми действиями. Ему это даром не надо. Все, что Иисус учил, и все Его учение было в любви к Его творению, в котором Он себя всячески во всем проявляет от начала и до конца будет проявлять до конца своего творения. Ну, до конца этой земной жизни. Это очень важно понять. Вы меня можете укорить, скажешь, ну что ты, Бога совсем на задворки поставил. Нет. Я говорю это о тех как раз людях. Может быть, я даже неправильно немножко выразился. Это как раз относится больше ко всем. Не только к христианам. А вот у христиан действительно, еще раз повторюсь, так как они более счастливы, ибо обладают большими познаниями, откровением о том, что Бог действительно это не какая-то мантра, это не какой-то там Аллах сидящий, невидящий, но при этом судящий, но при этом с Ним нельзя видеться и так далее. Нет. У христиан есть счастье, познание от того, что Бог действительно, это личность, уникальная личность, видимо, которую можно щупать. Вы помните, я всегда со слезами на глазах читаю эти слова апостола Иоанна Богослова, которыми он начинает свои послания, в частности, первое послание, но она и его Евангелие очень к этому близко. О том, что мы видели, о том, что мы слышали, видеть, представляете, Бога воплоти, слышать о том, что ощущали руки наши, о слове жизни, ибо мы видели и слышали, что жизнь явилась, и мы видели это, и свидетельствуем о том, что Бог – это человек. Вы знаете, какое это счастье? У меня сейчас сердце щемит. Это счастье. И, конечно же, у христиан я ни в коем случае не хочу вас лишить счастья общением с живым Богом. Сегодня, как с любым человеком, находящимся за стеной, за дверью, да, вы можете находиться в своей комнате, у вас за стеной может быть жить мама, папа, дети, родители, друзья. И мы в этой жизни вынуждены вот так жить с нашими близкими, с самым дорогим нашим Богом, который нам и мать, и отец, и брат, и сестра, и муж, и жена, как он говорил, и невеста, все, он и себя в роли, кто знает Бог, невесты всегда называл, и друга. Но мы вынуждены на этой земле, дабы научиться святости и стать богами, общаться с Богом через стенку. Да, это, знаете, как действительно жених ждет свою невесту перед брачным пиром, она там украшается, он здесь, и когда-нибудь тебя не встретится. И мы еще познаем это счастье личностного общения. Поэтому, конечно же, я ни в коем случае не хочу вас отговаривать действительно не молиться Богу, там, Аллах-Мах-Аллах, непонятными словами, заученными правилами. Нет, конечно же, это живая жизнь. Господь всячески во всем. Он сейчас всех нас обнимает, любит, воспитывает и взращивает нас в своих детей. Но это просто общение. Это не делает вас никакими святыми. Общение с Богом дружеское, братское, отеческое и супружеское в молитве, все, в беседе, просто в общении, не делает вас святыми. И бесы веруют и трепещут. И грешники молятся. Как говорят, в падающем самолете нету этих атеистов. Это все ерунда. От того, что они вдруг взвизжали к Богу из-за того, что сейчас их земная жизнь закончится временная, да, а вечно они не помышляли. Их не сделало святыми. Они никому ничего доброго не делали. Может быть, это самолет самых отвязных негодяев, убийц и насильников, которых из одной тюрьмы перевозят посредством воздушного транспорта в другую. И все они уже катятся вниз. От того, что они взвизжали и взмолились к Богу, это не сделало ни на граммах святых и ни на грамм к нему не приблизило. Молитва не приближает нас к Богу, не делает нас святее. Это просто радость, общение, это счастье. Вот и все. Это счастье, это радость. Конечно же, это и просьбы, это и благодарность. Это обычное общение. Точно так же, как общение с нашими видимыми вот именно его проявлениями, людьми, животными, природой. Но оно само по себе не делает нас счастливыми. Мы не можем к себе, к Богу проявить никакой любви жертвенной, в которой вся суть христианства. Потому что он ни в чем не нуждается. Он нуждался один раз здесь на земле, когда был. Да, тогда к нему мы видим, проявляли и к нему самую настоящую простую человеческую любовь. Его кормили, поили, умывали голову, мыли голову, умывали ноги, кормили, поили, ухаживали, шили одежду. Да, когда он был на земле во плоти, сейчас вы можете эту любовь к нему проявить, только проявив ее к человеку. Я говорю, хоть я, видите, не могу остановиться и всеобъемлюще говорить, но, конечно, суть сегодняшнего ролика, я хочу донести о благодарности. Это очень важно. Хотя я говорю, вы все сразу обхватите, если просто всю свою жизнь сконцентрируете на любви, на проявлении добрых дел. Говоря неправды, только не забывайте людям, это тоже доброе дело, самое настоящее, даже когда оно им не нравится, неприятно, это и есть ваше проявление к ним любви. И вот это вот проявление любви и есть цель, и смысл, путь всей христианской святой жизни. Все. Тогда, дойдя до конца, вы вкусите и получите обещанное от Бога. Богу от нас ничего не надо. Поэтому благодарите, не забывайте никогда об этом. Благодарите все из-за всех человека, если вы получили это добро от человека. Да, если вам что-то подал Господь, конечно, слава Богу, ты идешь, у тебя рубля в кармане нет, может быть, тебя обворовали, кошелек вытащили, тебя на маршрутку нет, и Бог посылает тебе 100 рублей на дороге. Ну, кому ты еще воздашь благодарность? Конечно, слава Богу, сел да доехал. Но, если ты машешь рукой, голосуешь и останавливается человек, я и такое видел на собственной жизни, я же вам говорю, это опытов разных, и не только за проповеди, за все на свете, и за помощь материальную, руками, я тоже такое видел. Ой, слава Богу, да, я вам помог, а он слава Богу, а где спасибо? Ты потом воздашь, слава Богу, в своей тайной келье, что Бог через этого человека, еще да, ты можешь, но ты забыл обо мне, ты забыл о Боге, или ты заквашен вот этими псевдорелигиозной праведностью, святошеством. Нет, 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 человеку нельзя, вся слава Богу, бред. И вы, в роли принимающих, вот никогда не говорите этой чуши, слава Богу, да, вся слава Богу, или слава Богу, да, мне ничего не надо, не стройте себя вот этих святош, нам приятно, когда нас благодарят, вы все это знаете, кто меня слушает сейчас, я всегда говорю о жизни деятельной, это ваши ощущения, это не я придумываю, во мне точно таки, мне просто приятно, я человеку тоже добро делал, чтобы его порадовать, чтобы сделать ему счастливым, у него какая-то нужда, или я просто могу сверху что-то сделать, поймите, в небесном царстве, как и в раю, мы тоже могли проявлять добрые дела, там никто не нуждался, там никто не умирал, никто не страдал, но, любовь мы можем проявлять, могли и в раю, и будем проявлять ее в небесном царстве, каким образом, вы знаете, у меня в этой жизни есть руки, ноги и глаза, и все, Бог всем благословил, слава Богу, но, видите, я говорю, слава Богу, потому что это действительно от Бога, даже родители, да, они меня родили, но я говорю, что руки-ноги, родители не были властны, дать мне эти руки-ноги, мы не властны, мог родиться урод, калека, я именно воздал, слава Богу, потому что некому больше воздать, за то, что я родился с руками, с ногами, с глазами, это его промысел, это он мне все это дал, мы родители, мы только можем детишек заделывать, и рожать, но какими, не в нашей власти, и за это, слава Богу, я говорю, единому Богу, что он дал мне все это, и имея все эти его благословения, ручки, ножки, глазки, я что могу, я могу проявить, я не нуждаюсь в том, чтобы мне принесли этот чай, я сам могу встать, заварить себе, вскипятить воду, заварить себе, но мне приятно, когда за мной ухаживают, я сам могу все вырастить, собрать, достать, сложить в погреб, достать, питаться, но нам приятно, когда мы друг до друга делаем, да, женщин тоже может научиться, есть женщины-каменщики, кладут кирпич, сварщицы есть, но, если в доме есть семья, мужчина более сильный, и более имеет умелые, очумелые ручки, мужчина это делает, женщине приятно, что он сделал, то-то сделал, стол сделал, кухню сделал, спальню, там, посадил огород, вскопал, да, каждый просто оказывает эти знаки, добрые дела, любви, вот и все, хотя другой в них, в принципе, не нуждается, и может без них прожить, но оказывает любовь, мы делаем эти дела, мы проявляем любовь, и она делает другого человека счастливым, это необъяснимо, это просто есть, я могу все это сам сделать, и тоже испытаю в принципе радость от самого вкушения, но двойная радость, когда мне это еще подали, вы все понимаете, о чем я говорю, я говорю о банальных вещах, которые в жизни каждого из нас присутствуют, вот так и это, не забудьте об этом, и когда вы принимаете, это вам благодарность, вы знаете, любовь очень важна в этой жизни, я когда-то тоже мне Бог открыл, уже очень четко, ее важно не только дарить, ее важно принимать, очень важно, уметь принимать и принимать, отказываясь от любви, вы тоже раните человека, кто знает, кто со мной близко общается, и были такие случаи, когда я отказывался от любви, именно потому, что я взвешивал и просто знал, что человек, конечно, от большой тоже любви ко мне, но совершает неразумный поступок, отдает последний, хотя у меня может быть тоже какое-то горе, но я взвешиваю мое горе и его ситуацию, я понимаю, что нет, какая бы ни была у меня планка, его планку она не занизила, и он даже при моих каких-то убытках, я еще его уровня не достиг, это я ему даже при своих убытках могу помогать, он мне не может помочь, ну вот последний случай, вы все знаете, меня мошенники развели там на 90 тысяч рублей, я далеко не от всех принял поддержку, хотя я даже не объявлял сборы в тот раз, и многие мне, ну как многие там человек, 5-6, не знаю, ну а со всеми, кто хотел, может 10, и вот я у шестерых где-то взял, люди меня убедили, я всех их знал, это все оказались, кто давно со мной общается, все предложили свою помощь, кто-то настаивал, потому что кому-то я помогал, он говорит, я хочу тебе тоже, вот ты помнишь, ты нам тогда помогала, а мы сейчас хорошо себя чувствуем, я хочу тебя отблагодарить, ну все, и она сказала, что он там хорошо себя чувствует, сейчас все, Бог благословляет, все есть, ну хорошо, потому что, ты, любовь тоже, надо давать людям возможность, спросить, но если я знаю, что там тяжело, я не принимаю, это моя любовь, тоже так, и мы находим гармонию, вот и все, это важно тоже понимать, но так, когда вот именно, почему меня так часто укоряют, вот в этом, тщеславе, там, или, что вот меня там, да, я люблю, славок, нет, что я там, ты только комментарий, таки, нет, я просто, а почему я должен их закрывать, это здорово, что люди проявляют эту любовь, вот так вот, я говорю, и последнее, за мной тоже бывают мелкие грешки, я тоже, знаете, я что-то слушаю полезное, я могу не поставить под роликом лайк, хотя он принес мне пользу, вот я там ремонтом занимаюсь, а что-то посмотрел, ну что тебе стоит лайк поставить, рекламу там это посмотреть, человек мне принес пользу, показал мне, как надо там что-то делать, да, где бы я еще взял эту информацию, сейчас YouTube, здоровская вещь, вообще интернет, да, все загуглил, что тебе стоит поставить лайк, это продвинет человеку, ролик другим поможет, тебе же это помогло, посмотреть эту рекламу, она копеечку, там, полцентика принесет этому автору, и пусть в совокупе он там, тысячу долларов даже заработает, если там миллионы просмотров, ну и что, ты-то получил пользу, за как, вообще бесплатно, во-первых, прежде все, это уже потом ты благодаришь, можешь не благодарить, но ты окажешься, просто неблагодарной свиньей, как это говорят, хотя они хорошо выражатся, свиньей, просто неблагодарной, сущностью, вот так скажем, не надо обижать животных, вот так вот, поэтому надо благодарить надо благодарить вот это обязательно возблагодарив человека того кто тебя ты благодаришь бога забыв о человеке ты забыл о боге сколько ты потом не в домашней молитве не стой на коленях ты забыл а знаете почему потому что этого человека вот будет сеть в сердце даже спасибо не сказал вот и этот голос научитесь смотреть на истину всеобъемлюще а то мы только любим кровь там выпьет к богу только пролитой да нет любой грех а грех есть на земле только один это зло страдание или даже смерть причиняемое живому чувствующему божьему творение в котором он себя проявляет и любой грех выпьет богу это это все-таки детские слова выпьет он просто есть оставьте в человеке себе самое лучшее впечатление сделайте им подарить ему тоже счастье потому что ваша неблагодарность расстроит его мы мы жаждем любви мы обязаны ударить обязаны ли вы получать и мы от этого все в совокупности выигрываем и становимся счастливыми кто на опыте своей жизни практиковал тот знает что я говорю правду ну вот так вот надеюсь я вам донес все эти мысли и вы поймете эти вещи вот так вот это очень важно понимать на этом у меня все рад служить всех обнял по-братски поцеловал пока пока до встречи в следующих роликах надеюсь что они приводят вас к деятельной святой жизни вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok